Всем привет! Вы на канале Риша Майкап. Меня зовут Риша, и я тут, как ваша бьюти-мама, разжевываю, пережевываю и вкладываю в вашу голову знания о косметике и правильной технике ее нанесения. Это будет короткий, емкий урок на одной из самых острых тем. Как и, главное, чем правильно наносить тональное средство? Казалось бы, что может быть проще? Но ставь плюсик в комментариях, если ты хоть раз сталкивался с такой проблемой, как Тон наносится слишком плотно, тон заметен на коже. При нанесении кистью тон полосит, шелушения стали заметнее и тон наносится неравномерно пятнами. Бывает, что проблема кроется в неправильной преподготовке или в неправильно подобранном тональном средстве, но очень часто причины кроются в неправильно подобранном способе нанесения тона И неправильно подобранном инструменте Поэтому в этом ролике я расскажу вам, какой тон можно нести руками Кому подойдет спонж и как правильно работать кистью Погнали! Первый способ это нанесение тона с помощью рук Да, соглашусь, пальчиковая техника актуальна всегда Но есть свои нюансы Давайте сначала поговорим о плюсах Во-первых, этот инструмент у вас всегда под рукой Во-вторых, нанесение руками самый гигиеничный способ При том условии, что руки у вас чистые А не мы там поросятам, стыд и срам, стыд и срам В-третьих, от воздействия тепла тональное средство становится более эластичным И его еще проще нанести и растушевать Плюс, когда вы наносите тон пальчиком, вы чувствуете каждую пору Весь микрорельеф кожи И вы можете с помощью пальцев буквально заблюрить Зашлифовать каждую морщинку, каждую пору Подлезть пальчиками в самые труднодоступные участки Теперь о нюансах Со всеми литональными средствами можно работать в пальчиковой технике Да, если у вас легкий CC, BB крем Или тональный флюид на водной основе Слабо пигментирован, такая легкая водичка То вы можете нанести тон хоть левой пяткой Накосячить практически нереально А теперь представим, что я взяла плотное тональное средство Например, Estee Lauder W Густой тон, который при нанесении фиксируется Или я взяла тон, который сильно пигментированный Смогу ли я его нанести с помощью рук? А-а-а, очень в этом сомневаюсь Наверняка вы сейчас вспомните свою подругу Или одноклассницу, которая пришла, а тон у нее был отдельно от шеи Мы обычно это не замечаем, а люди со стороны видят И потом обсуждают нас в тех чатах, в которых мы не состоим В общем, чтобы не давать повода к рысинам сплетням, запоминаем Только легкие, не пигментированные тональные средства мы можем наносить с помощью рук Примеры легких флюидных тонов вы сейчас видите на экране С ними вы не накосячите Либо вы можете использовать комбинированный способ Когда вы наносите тональное средство с помощью спонжа или с помощью кисти А пальчиками вы уплотняете только центральную часть лица Там, где у нас есть поры При этом пальчиками мы работаем не растягивающими, а притаптывающими, припечатывающими движениями Спонж, яичко или бьюти-блендер У этого агрегата много названий Материалы, из которых может быть изготовлен спонж, разные Но суть и принцип работы спонжа одинаковый Самое главное, спонж должен быть мягкий и в меру упругий И обязательно при нанесении он должен быть предварительно смочен водой Да-да, не нужно избивать себя сухим спонжем по лицу Массаж это, конечно, хорошо, но в плане нанесения тона нам это не поможет Поэтому взяли спонж, смочили его теплой водой, хорошенько отжали Спонж при этом увеличится примерно раза в два в размере Именно влажным смоченным спонжем мы будем наносить наше тональное средство На мой взгляд, спонж это самый быстрый и самый простой способ нанесения И именно этот способ я всегда рекомендую новичкам, у которых не получается нанести кистью или руками Но, к сожалению, в каждом из нас живет рукопоп, который так и норовит что-то испортить Поэтому для наших с вами внутренних рукопопов я подготовила технику безопасности С помощью спонжа вы можете не только нанести, но и скорректировать ваш макияж По сути, спонж работает как ластик, убирая излишки продукта Допустим, вы нанесли слишком много румян, промокнули Или опустили слишком низко скуловую коррекцию Тогда прошли спонжем по границам, чтобы ее приподнять и подсобрать Или вы нанесли даже слишком много тон или консилера Промокнули спонжем и убрали все лишнее Но помните, этот спонж коварный, просто рассадник бактерий Поэтому его обязательно нужно мыть И мыть желательно каждый день Вы можете мыть спонжи специальными средствами для чистки спонжей Можете использовать детское мыло Самое главное, не нужно впиваться в них когтями Потому что иначе спонж не прослужит вам долго Относимся к нему бережно и аккуратно Как к не простому яичку, а золотому Его помыли, отжали и положили сушиться Самое главное, не надо его куда-то запихивать в косметичку Потому что там он может просто стухнуть Поэтому я рекомендую вам Купите в магазине для творчества мешочек-сеточку Или возьмите такой мешочек от какой-нибудь бижутерии И положили яичко в эту сеточку Получается очень и эстетично, и гигиенично Знаю, что вы спросите про мои любимые спонжи Поэтому ловите Manly Pro, Chic, Real Techniques, United Visage Последний, кстати, я недавно разыграла в своем телеграм-канале А если ты это пропустил, значит ты еще на меня не подписан Подписывайся, ведь именно там ты узнаешь самые последние и актуальные события Посмотрите, насколько стал больше спонж после того, как я его смочила водой А теперь перейдем к самому интересному, к нанесению Есть несколько способов Первый способ через руку Когда вы выдавливаете небольшое количество тонального средства И дальше спонжем начинаете набирать текстуру Главная ошибка, которую я вижу Когда вы сделали так Шмяк И вот этим шмяком вы начинаете наносить и пытаться его распределить Нет, это неправильно Потому что вы уже априори О, смотрите с меня это Стали наносить слишком много Посмотрите, выдавили тональное средство И дальше У спонжа есть две рабочие поверхности Клювик и попка Берете клювик и слегка набираете частично тон Набрали, вбили в спонж И дальше вы начинаете наносить тональное средство Притаптывающими аппликативными движениями Не делайте рвущих движений по всему лицу Это неправильно Потому что, во-первых, таким образом вы можете почекнуть шелушение Это раз А во-вторых, так тон будет хуже держаться Тоном нужно работать маленькими шажками Тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап И обратите внимание, что важно хорошенько проработать каждый участок Каждый миллиметр кожи Обычно, что я вижу на уроках Нанесла Нет, так это не работает Спонж, конечно, творит чудеса, но не настолько Поэтому запаслись терпением И маленькими шажками начинаем двигаться от центра к периферии Ну или, в принципе, без разницы, кому как удобнее Когда я наношу тональное средство Я обычно не затрагиваю зону вокруг глаз Потому что тут у меня будет консилер Взяла еще немножко тона Перешла на лоб Аккуратно прорабатываю краевую линию роста волос И брови Потому что, если вы слишком много нанесете тона по краю То сразу будет видно, что у вас много тона И лицо не свое такое красивое, гладкое А просто тоналки, слой приличный А нам этого не нужно Нанесла Притаптывающими движениями распределила И вот смотрите Клювиком проходим по крыльям носа Прям хорошенько впечатывая в поры текстуру продукта Особенно если учесть, что именно в этих местах У нас какие-то сосудики и покраснения Не забываем, чуть-чуть уже остатками прошлись по ушку И чтобы ваше лицо не жило отдельно от шеи Вот тут вы можете сделать протягивающее движение В переходе между линией нижней челюстью и шеей Есть небольшой секрет Спонж это поглотитель тонального средства Он очень много продукта себя впитал Если вы хотите более экономичный расход То сначала распределите тон по лицу пальцами Вот такие прям поставьте точечки А уже потом эти точечки вы спонжем растушевываете Обычно если я вижу, что где-то я все-таки переборщила Я раз спонж развернула, взяла попку И попкой сняла излишки продукта Также я очень люблю использовать спонж В комбинации, допустим, с кистью Или в комбинации с руками Когда вы нанесли, допустим, тон руками Но хотите подстраховаться и растушевать его Взяли чистый спонж и прошлись по всему лицу Чтобы комар носа не подточил Плюс за что я еще люблю спонж Спонж может дать вам как очень тонкое полупрозрачное покрытие Так и очень плотное покрытие Тогда вы просто берете дополнительно продукт И уплотняете, продолжаете делать притаптывающие движения В тех зонах, где вам нужна максимальная степень перекрытия Даже если у вас есть какие-то воспаления, высыпания Не нужно делать из лица погребальную маску Чтобы пришли и так вечером сняли и положили на тумбочку Нет, уплотняйте тон только там, где это действительно нужно В общем, быстро, просто, классный способ для тех, кто только начинает краситься И последний способ отнесения тонального средства с помощью кисти Именно кистью вы можете нанести и растушевать любое тональное средство максимально тонко Но именно нанесение кистью обычно вызывает больше всего вопросов Условные кисти можно разделить на синтетические и натуральные У меня в арсенале есть и те, и другие Но если вы спросите меня, Риша, а с какой мне начать? Я скажу, начинайте с синтетической Почему? Потому что синтетика это более износостойкий материал Неубиваемый, как бы вы над ней зверски не издевались Натуральная кисть имеет особенность, во-первых, немного подлезать вначале Потому что нужно правильно распушиться А во-вторых, иногда натуральная кисть может полосить Допустим, если это кисть дуофибра Ну что, давайте я вам перечислю мои любимые кисти для нанесения тона Из разных ценовых сегментов Начнем с премиума Это, конечно, кисть N-Beauty T2 синтетика Сейчас жаба может не квакать Жаба, успокойся Эту кисть, к сожалению, уже не купить Потому что серия была лимитированная Но та кисть, которая есть в постоянной коллекции Это кисть Katakana S21 Натуральная, плотно набитая кисть Которая отлично работает с тональными средствами любой плотности и с пористой кожей Кисть, как маленькая кошачья лапка Это Manly Pro номер 123 Две синтетические бафообразные кисти Это Заева номер 100 Подстерся, подождите Номер 102 Если вдруг вы нас смотрите из-за границы То вам купить кисти Заева намного проще А у нас эту роскошь, мне кажется, практически уже с уходом сифоры не достать Но есть кисть от Геворга, марка Небледная По форме они идентичны и работают одинаково Почему бафообразные? Потому что форма ворса напоминает баф Скругленная, шарообразная И кисть от Top Face Бюджетный турецкий бренд, на которой я недавно делала обзор Вы заметили, что все кисти отличаются по форме Про форму мы с вами сейчас поговорим чуть позже И по размеру Мой совет Выбирайте ту кисть, которая вам удобнее работать Лично я люблю более миниатюрные кисти Потому что мне ими удобно детально прорабатывать лицо Да и в принципе, если у вас личка маленькая, узкая, миниатюрная Возьмите и кисть поменьше А если вы любите за два движения нанести тональное средство То и выбирайте себе агрегат побольше После того, как вынесли тональное средство Будет здорово, если у вас в арсенале будет еще маленькая кисть Для детальной проработки Например, кисть для консилера И вы сможете ей подлезть в труднодоступные участки И проработать крылья носа Носогубные складки Уголки губ Если у вас нет ее под рукой То возвращаемся к пункту номер один Пальчиковая техника Инструмент, который всегда под рукой Притаптывающими движениями прошлись И зашлифовали Распределили тон там, где это необходимо Вуаля Переходим к нанесению с помощью кисти Через руку или через палитру Взяли тон Такая же ошибка, как и со спонжем Когда вы берете всю текстуру продукта И сразу это переносите на лицо И пытаетесь это как-то растушевать Сложно и не нужно Взяли тон Растянули тон по руке Вбили в кисть И дальше начинаем тонко растушевывать по коже Также детально прорабатываю каждый сантиметр Каждый миллиметр кожи Также в зависимости от того, какая форма кисти Будет отличаться и техника нанесения Например, кисть от Top Face имеет форму вот такой вот кошачьей лапки Поэтому ей очень здорово работать как спонжем Притаптывающими движениями Кстати, такая техника нанесения притаптывающими движениями Отлично подойдет для тех, у кого есть шелушение и микрорельеф кожи Потому что вы эти шелушения припечатываете А не поднимаете их некрасивым букетом Если у вас кисть бафообразная, скругленная по форме То вы работаете, посмотрите, вот такими круговыми ввинчивающими движениями Я называю это нанесение по методу буравчика Вы словно ввинчиваете тон в каждую пору Такой способ подойдет тем, у кого нет шелушений Но у кого, допустим, есть проблема расширенных пор Потому что вы словно зашлифовываете кожу Понятно, да? Следующий лот Если кисть пушистая, но приплюснутая по форме Частая ошибка, это начинает работать кистью, как будто ты красишь забор Вот будешь наносить таким образом Превратишь свое лицо в забор И равномерно ничего ты не нанесешь Поэтому распределили немного тона Вбили в кисть И работаем перпендикулярно Посмотрите, да? Как, чтобы показать? Вот так, да? Перпендикулярно шлифовываю Прорабатываю Вкручиваю Остатки протянула по шее Если у меня кожа ровная Нет никаких воспалений от шелушений Я могу как, прям, протянуть в каких-то участках При этом тоже мне кисть перпендикулярна Не вот так Либо Я могу ей тоже работать как маленькой лапкой Притаптывая и уплотняя тон в определенных зонах Всегда держите кисть с остатками тона под рукой Потому что эта кисть как ластик Которым вы можете потом стереть какие-то нюансы и огрехи вашего макияжа А также комбинируйте кисть и спонж для создания идеального покрытия Это было первое видео из новой рубрики Макияж для себя В этой рубрике я буду делать короткие видеоуроки На самые острые темы Наш канал смотрит и ко мне приходят ученицы С абсолютно разными навыками и разным уровнем подготовки Разным уровнем макияжа Я обычно на канале показываю вам какие-то сложные макияжи Рассказываю иногда замудренные вещи Предполагая, что базовые вы уже и так знаете Это неинтересно Но часто причина неудачного макияжа кроется именно в неправильных базовых знаниях Мелочах Именно об этих мелочах я буду говорить в новых видео В рамках нашего плейлиста Макияж для себя И я буду очень признательна, если в комментариях под видео Вы поделитесь острыми, болезненными темами В общем, коротко о важном А чтобы простимулировать вас быть активными Я разыграю в этом видео классный бальзам от бренда Шик Так что пишите Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите комментарии И до новых встреч в новых видео Всем пока-пока Ваша бьюти-мама Субтитры сделал DimaTorzok